Ещё недавно волонтёры справедливой помощи были вынуждены ютиться в небольшом помещении на Карла Липгихта. Более того, за два с половиной года в организации накопилась немалая сумма долга за аренду. Собственных средств не хватало и на покупку еды для бездомных. Тогда активисты бросили клич. Вопрос с продуктами мало-помалу решился. Однако круглая сумма задолженности никуда не исчезла. Тогда директор Максим Черняк лично обратился к мэру города Александру Студневу. Благодаря Александру Викторовичу и его стараниям был снижен коэффициент аренды. То есть теперь одно из вторых помещений, которое было выделено в этом году, арендой услуги, оно уже, коэффициент на него снижен. Значит, это тоже было очень таким большим и значимым проектом, осуществлением проекта, потому что в том помещении мы сможем перебирать одежду. Вещи, что приносят неравнодушные, после сортировки попадают в руки людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. И речь идёт не только о бездомных. За время существования организации за помощью сюда обратилось около 400 человек. Среди них разные категории граждан. Теперь, благодаря тому, что вопрос решился, появились лучшие условия. В настоящее время по поручению председателя Бобруйского госполкома, студия Александра Викторовича проводится ремонт данного помещения и условия установки санитарно-технических приборов. Это умывальник, это помещение для мойки посуды. Эдуард Бубнов в прошлом электрогазосварщик. Кажется, ещё и 10 лет назад мужчина жил привычной для всех жизнью – семья, работа, дом. Но сегодня в списке обыденных вещей, к сожалению, не осталось ни одного пункта. На пропитание человек с непростой судьбой зарабатывает как может. Благо, есть те, кому не всё равно. Обед два раза в неделю Эдуарду обеспечен. Бутылки собираю, бумагу, где железо попадётся, вот так и зарабатываю. Где хлеба куплю, где не куплю, а где найду. Женщина тут вот недалеко живёт, это Катя, она мне помогает. То варенье даст, то конфет, ну такого всего. По средам и субботам справедливой помощи находят поддержку люди совершенно разного возраста и положения в обществе. Кто-то из постояльцев приходит поесть, потому что голоден, а кто-то просто поделится свежими новостями, ведь больше не с кем. Немаловажно, что о непростых судьбах людей задумывается общественность, а как в случае со справедливой помощью, ещё и помогает. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.